В селе Шушка Соктовдинского района в год 430-летия села светили колокола местной церкви. У храма почти двухвековая история. Строить его начали еще в 1836-м. Через 12 лет он распахнул свои двери для прихожан. А 80 лет назад колокола сняли, а звонницу разрушили. Здание приспособили сначала под клуб, а затем под картофелехранилище. Но старая кладка выдержала испытания временем. Наталья Виткевич в этом убедилась лично. Жительница села Шушка Агния Львовна Ельгина не сдерживает слез. Сегодня это слезы радости. В отличие от тех, что были 80 лет назад. Тогда она, совсем девчонка, тоже рыдала от горя вместе с другими женщинами. В тот день, в 1936 году, церковная звонница потеряла голос. Наготонный колокол, звон которого разносился по всей округе, сбросили с колокольни. Когда бросили колоколь, тогда вот здесь, в этом доме бабушка была. И туда все собрали, все бабушки плачут. Как бросили, как будто, вся земля дрогнула. Тресно, так сильно, ой, страшно было. И сломался кусочек. С тех пор храм закрыли, колокольню снесли, здание приспособили для других нужд. И лишь 10 лет назад сельчане решили церковь восстановить. На самом деле, вот 10 лет своими силами люди пытались, обращались и к спонсорам, и свои деньги, конечно, вкладывали. Но не удалось своими силами, скажем так, восстановить этот объект. Достаточно затратные работы. То есть надо было делать сразу комплекс, чтобы как бы и не разрушить, не повредить этому объекту. Смечается, расставляется и освещается там, фонсей, окропление в админисе, освещенное во имя отца и сына и святолепных. С мёртвой точки восстановление храма сдвинулось в прошлом году, после того, как сельчане обратились за помощью к новому руководителю коми Сергею Гапликову. Уже в декабре работа закипела. За зиму строители полностью восстановили зимнюю часть церкви внутри и снаружи. И на Пасху здесь прошла первая служба. Конечно же, эту работу нам помог сделать наш исполняющий обязанности главы республики Сергей Анатольевич Гапликов. Он лично курировал вклад в благотворителей и работу строителей. За это, что, конечно же, односельчане, жители Солошушка, приход. Мы все благодарны. Освещение колоколов – событие значимое. Подбирали их для церкви специалисты из Международного центра колокольного искусства. Четыре вятских колокола храму подарили ранее. Ещё пять специально отлели в городе Тутаев под Ярославлем. Теперь все они составляют единый ансамбль. Сейчас этот набор увеличен ещё на пять колоколов. Более, значит, разных весов, то есть самый большой – 620 килограмм, потом 160 килограмм, ну и ниже колокола. Это пять колоколов. Выбирались они по звукоряду, то есть каждый колокол прозванивался. И, соответственно, с звукорядом подбирались веса других колоколов. Освещённые колокола с помощью подъёмного крана водрузили на колокольню. Она пока в лесах и без купола, но, по заверениям строителей, это ненадолго. Планируем до конца месяца установить колокола, сделать купола и установить уже, значит, в ближайшие дни отправятся к нам верхние надстроечные части барабаны, главки, кресты. Заказаны они в Волгодонске. Завтра уже буквально будут грузиться. И монтаж начнётся на следующей неделе. Уже осенью в зимней части церкви начнутся регулярные службы. Сейчас они проходят в бывшем магазине, небольшом деревянном строении, приспособленном под молельный дом. А в следующем году, возможно, распахнёт свои двери для верующих и летний храм. Если будет на то воля Божья. Наталья Литкевич, Олег Юшков, телеканал Юрген, Сыктывдинский район.